Добрый день, ваши мои коллеги! Это обзор рынков от компании Тикниру и с вами я, Артур Изиатур. В четверг у нас состоит заседание ЕЦБ и сейчас хотелось бы обсудить некоторые ключевые моменты, которые стоит держать в голове, чтобы выстроить правильную стратегию торговли по евро или хотим определиться с направлением общей валюты. Во-первых, в анализе монетарной политики мировых ЕЦБ, как ЕЦБ, так и КРС, вновь занимают главную роль пресловутые вступающие экономические данные, интересующие нас изменения. Это, прежде всего, сюрпризы в важной экономической статистике, то есть насколько актуальные данные отклонились от прогноза, в какую сторону отклонились. Именно они корректируют ожидания рынков относительно изменений в политике. Информация о сюрпризах хорошо общается в индексе экономических сюрпризов. Наверное, наиболее известный из них – это индекс экономических сюрпризов, рассчитываемый Банком Сити. В конце четвертого парта 2019 года число позитивных экономических сюрпризов США выросло, что, например, отражено в данном индексе, отражено в его росте, в переходе в положительную территорию, отметил здесь это красным кружком. В свою очередь, в еврозоне индекс сюрпризов УБРС до максимального значения за 2 года. С момента последнего заседания ЕЦБ, то есть 12 декабря, индекс прибавил примерно 40 пунктов, то есть вырос с нуля до 40 пунктов. И с точки зрения фундаментальной картины, сложно сейчас сказать, на чьей стороне перевес, экономика как нового, так и старого света, уверенно, начинает в 2020 год. Второй момент – это ожидания, которые закладывают денежные рынки, европейские и американские денежные рынки. Фьючерсы на ставку сейчас в США исключают вероятность исход, смягчение политики ФРС в ближайшем будущем, потому что, например, отражено, что ставка, примерно, находится, ставка с закладываемым рынком, примерно, находится на одном уровне, примерно, до мая 2020 года. Однако затем можно видеть, что ожидаемая ставка постепенно снижается. В 2021 году рынки уже закладывают примерно одно снижение ставки ФРС. Европейские денежные рынки с момента прошедшего оседания ЕЦБ, наоборот, увеличили ставку на истребинную уклон ЕЦБ в 2021 году, что, например, видно из фьючерсов, на ставку Euribor или ставку Eonia. Ожидание конвергенции траекторий ставок ЕЦБ и ФРС в немного отдаленном будущем, то есть в 2021 году, это сейчас можно, или даже нужно воспринимать, как бычий фактор для евро-доллара, и сейчас позволяет предполагать, что риторика Лагард, что как и заявления ЕЦБ, так и их прогнозы, они могут быть проинтерпретированы, могут иметь бычий интерпретацию за счет того, что вот уже поступили сильно из денежных рынков, о том, что ЕЦБ может начать пересматривать свою политику, подходить от количественного исключения, от политики отрицательных расставок и задуматься о нормализации политики, несмотря на то, что будет отсутствовать монетарное стимулирование его, может, для нас в привычном смысле. Третий момент, который стоит отметить, это то, что январское свидание ЕЦБ будет в большей степени посвящено обсуждению, так называемого, пересмотра политики, которым заявил Лагард на декабрьском свидании. Если вкратце, то это поиск, будем так говорить, улучшенного определения, что такое нормальная инфляция, что такое стабильность цен и поиск способов ее достижения. Лагард заявил в декабре, что искать ответы ЕЦБ будет целый год, консультироваться с различными производственными группами, с корпоративным сектором, с населением, прежде чем они придут к консенсу, чтобы понять, что такое оптимальная инфляция для всех, какую достичь. И на фоне того, что этот процесс затягивает, может дотянуться на целый год, сложно сейчас полагать, что в начале пересмотра, в начале этого процесса ЕЦБ будет совершать какие-то резкие маневры в политике. Ответы на эти вопросы, на вопросы о том, что такое нормальная инфляция, какую достичь, они могут быть какие угодно, но, наверное, в этих ответах уже не будет содержаться привычные нам промоировки, что нужно удерживать ставки на низком уровне, что нужно увеличивать покупки активов, наполнение баланса и все побочные эффекты, закрывать, лечить примочками. Скорее всего, Логард сделает акцент, ну, если она, конечно, позволит рынкам получить некоторые детали об этом пересмотре политики, скорее всего, акцент будет сделан на координацию фискальной и монетарной политики, то есть на большую увлеченность государства и государственных расходов в стимулировании. Возможно даже, что ЕЦБ додумывается об отказе от политики отрицательных процентных ставок, как уже это сделала Даня, сделала вполне, так говорить, успешно, уже есть такой пример отказа, причем нельзя говорить, что он был чрезмерно, чересчур болезненным, и это если будет служить примером для ЕЦБ, в риторике, возможно, постепенно начнется прослеживаться попытка ЕЦБ подготовить к этому рынку. Но, естественно, это произойдет не сразу. На заседании в четверг это ожидать не стоит. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в среду.